Организация одна. Прискуйте вам, можем помочь. Здравствуйте, будьте добры, мне нужна полиция, но желательно не ППС, а сотрудники БЭПа. Юридическая компания обманули пенсионерку более чем на 300 тысяч и говорят, что вообще это они типа не они. А вам кем приходится и пенсионер? Я ее представитель. Установили имя отчества, граждан. Установили с ним. Адрес какой? Сущевский вал, дом 5, строение 3, 4. Они что, не оказали услуги или что? Они заключили с ней договор без цели исполнения, причем двумя эпизодами. Два договора было. У них работает юрист, поменявший фамилию, дважды судимый за мошенничество и сейчас бегает. У вас откуда такая информация? Я знаю, если дам контакты. Это ваши личные предположения? Я вам еще раз объясняю, если дослушаете, то поймете. Я могу, если бы оперативник БЭПа приедет. Гражданин, вы, пожалуйста, успокойнее ответите, все-таки сотрудникам полиции. И дальше что, я раскланяться, может, перед вами еще должен? Что? Вы фиксируете заявку? Приедет сотрудник. Да, у нас также есть речевой регистратор. Приедут сотрудники БЭПа. Сотрудники БЭПа приедут. Я им дам телефон оперуполномоченного БЭП в Санкт-Петербурге, который вел. Не перебивай меня. Если вы будете мне тыкать, я прерву с вами разговоры. Серьезно, что ли? Жалобу получите, получите взыскание. Подскажите вашу фамилию в полном объеме. Фамилия моя Матвеев. Имя, отчество вашего. Игорь Владимирович. Фамилия как ваша? Все хорошие. М. Карпенко, чем может вам помочь? Здравствуйте. А как можно узнать, с кем я буквально полминуты назад разговаривал? С хамоватой сотрудницей, которая бросает трубки. Я диктую заявку, сообщаю о преступлении, что пенсионерку обманули. Она там что-то буксует, начинает мне замечания какие-то делать, перебивает меня. Говорит, вы с сотрудником полиции все-таки разговоры. Она ничего не перепутала? Я что, холоп, она боярин, что ли, или что? Вы у нас на службе, поэтому фиксируйте заявку и сотрудников БЭПа присылайте. Продолжение следует.